Из Грузии по 2-й, его соотечественные каратели Ревешили по 3-й. Старислав Корнаухов в Киргизии 4-я дорожка, Эстебан Эндрико Сальдагу, Эквадор 5-я. Хурхиджон Турсунов и Собиджон Амилов, два спортсмена из Убекистана, по 6-й и 7-й соответственно. Кристоф Майер из Лихтенштейна по 8-й, Эндрю Чекути из Мальты по 9-й. Вот Майера помню по нескольким этапам Кубка мира, в этом году он принимал участие в европейских этапах. Но, правда, там в финале выходило очень и очень редко. Напомню, тройку призеров Олимпийских игр, этого созыва, Лобанского, Емей Кангель, Суньян, Пак Техван. Все-таки так уж сложилось, что в этой дисциплине в последнее время очень сильные, конечно, азиатские спортсмены. Райан Локта тогда потерпел, пожалуй, одно из самых больших поражений своих на Олимпийских играх. Он финишировал только четвертым, уступив буквально одну десятую секунды Пак Техван. В свое время выигравшему Олимпийское золото. Ну, правда, другое дисциплине, речь идет о 400-метровке. Но и в Пекине, напомню, он был тут на этой дистанции второй. Сейчас смотрю состав участников. Так уж получается, что буквально в последние дни было подтверждено окончательное участие или неучастие тех или иных спортсменов в этом Стамбульском мировом первенстве. Нет, Пак Техвана здесь в составе участников нет. Стало быть, вот такие рассуждения о том, что Бедерманы и Локты будут бороться здесь за победу, они оснований не лишены. Правый Бедерман во время финала в Лондоне был пятым, уступив Райан Локт около полсекунды. И это, в общем, разрыв между четвертым и пятым местом. Но если учитывать то, что Бедерман, в общем, и в короткой воде, довольно сильно себя всегда проявлял, причем даже до своих подвигов костюмных в конце нулевых годов, он тоже здесь неоднократно выиграл от Апкуп Кемера. Наверное, его шансы на победу, возможно, несколько и повышаются. Выигрывает эквадорский спортсмен.